Дачно-строительный кооператив Появился в 1925 году В тихом заповедном месте Которое по тем временам Еще можно было назвать Дальним Подмосковьем Под строительство передали часть Земли Звенигородского лесничества Четверть века спустя территория поселка Занимала около 130 гектаров Здесь выдавала Специальная комиссия Участок Заслуженным людям Другим способом получить участок На Никольной горе В советское время было невозможно Его нельзя было купить Только заслуженный человек Через специальный отдел Моссовета Получал здесь участок Каждому выделялся участок в один гектар Так свою землю получил здесь Чекист, личный охранник Сталина Михаил Горбачев Он проработал 30 лет дежурным офицером В кабинете Сталина Он был полковником И ему вместе с очередным Орденом Ленина за хорошую работу Дали участок на Никольной горе Два гектара Его внук и полный тезка Помнят эти места с раннего детства Самые первые дачи возводились Из обычной древесины Были внешне скромны и непримечательны Кто-то строил сруб Как такая изба Только большего размера Кто-то строил Вот у нас тогда В советское время было Два уникальных дома Это как раз у конструктора Мясищева И у Туполева Это были такие добротные Европейского типа Каменные Очень красивые дома Всем на зависть Потому что ничего подобного Никто, конечно, построить не мог Эти аутентичные застройки И формируют особую атмосферу Николиной горы До сих пор в тени вековых сосен Стоят старинные и уютные Деревянные дачи Над ними возвышается Легендарная водонапорная башня Знаменитого архитектора Шухова Камень в центре поселка Молчаливо хранит память О жертвах репрессий У нас есть камень Большого размера Это такой своеобразный памятник Жертвам репрессий Конечно, на Никольной горе 50% жителей было репрессировано И этот памятник стоит Как раз напротив дачи Вышинского Которая была, естественно, госдачей Это не была его собственная сдача Это была госдачей И в начале 90-х была такая большая очень компания И эту дачу государство отдало кооперативу И туда поселили тех, кто был репрессирован У кого отняли дачи на Никольной горе Которую уже вернуть нельзя И вот в даче Вышинского поселили несколько репрессированных Сергей Михалков, Василий Качалов, Андрей Туполев Михаил Ботвинник, Сергей Прокофьев Загородная цитадель советской и российской интеллигенции Так называют поселок Николина гора Этот статус он сохранил до сих пор Здесь, как и раньше, царит своя творческая атмосфера Которую бережно поддерживают местные жители Традиция домашних концертов на Никольной горе осталась И этим Никольная гора отличается очень сильно от любого коттеджного поселка Вот отвечаю на Ваш вопрос примерами Потому что в коттеджном поселке обычно никто ни с кем не общается Или это происходит очень редко на собраниях Но такой общности там, конечно, нет На Никольной горе она, слава Богу, до сих пор сохранилась И это, конечно, очень важное отличие Вот эти домашние концерты, детские праздники, футбол Площадка все-таки появилась, спортивная Ну, она появилась давным-давно Футбол, как всегда мы здесь устраивали футбол на баскетбольной площадке Сейчас сделали ее немножко большего размера Сюда приезжают со всей округи в воскресенье играть в футбол Михаил Горбачев, известный журналист и коренной житель Николиной горы Поделился с нами своими детскими воспоминаниями Рассказал, чем живет поселок сегодня Подробности смотрите в программе про округ сразу после выпуска новостей Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова»